Добрый день, добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, дорогие друзья. Рады приветствовать вас на новой вебинарной неделе проекта Директ Академия, о которой мы сегодня начнем встречи с Мариной Анатольевной Орешко. Но прежде чем мы перейдем к нашей сегодняшней теме вебинара, давайте для начала проверим, как у нас со связью, и небольшой такой новостной анонсовый блок. Нажмите, пожалуйста, на огонек рядом со строкой ввода информации в чат. Если хорошо видно, слышно, и я увижу, если огонек будет разгораться, значит у нас со связью все хорошо. Ага, спасибо, спасибо, коллеги. О, все, пошло, пошло, поехало, отлично. И небольшая полезная информация и короткий анонс наших предстоящих событий. В начале чата были расположены 4 полезные ссылки, я их вам еще раз дублирую сейчас в чат. Первая ведет по традиции на расписание наших вебинаров на текущий учебный год. Можно заходить, выбирать те темы, которые вам интересны, и записываться на эти вебинары. Запись этого вебинара будет вестись и через некоторое время появится на нашем видеоканале на YouTube. Вторая ссылка ведет на канал, где можно будет найти эту запись. Третья ссылка ведет на страницу с объяснением условий приобретения сертификата. И четвертая на страницу наших онлайн-курсов. Про сертификаты, коллеги. У нас в связи с переходом на новую платформу изменился порядок выдачи сертификатов. Поэтому в конце нашей встречи я вам дам ссылку на страницу выдачи, но сами сертификаты формируются уже после окончания вебинара. Ну, вот такое небольшое условие платформы. Поэтому забрать свой сертификат можно будет, оплатив его предварительно, минут через 10-15 после окончания вебинара. Поэтому ссылку в конце встречи на страницу выдачи вы себе забираете, наливаете чашечку чая, берете плюшку и идете уже тогда на страницу выдачи сертификатов. Ну, вот немножечко у нас теперь вот так. Но зато появилась новая возможность для тех, кто на вебинар зарегистрировался, но не смог принять участие. Раньше сертификат невозможно было получить, сейчас у нас такая возможность. Есть, он будет стоить чуть-чуть подороже, не 199, а 249 рублей. Но если есть необходимость, в принципе, приобрести его можно. И короткий анонс наших предстоящих вебинарных дней. Завтра нас ждет встреча с нашим... Ага, третий день, он категорически отказывается у нас в чат вставлять, поэтому его добавим отдельно. Завтра мы встречаемся с Айкуш Калачян в 12 часов дня. Встреча темы тоже достаточно актуальная. Буллинг, причины, последствия, профилактика. В 17 числа, в среду, мы встречаемся с Артемом Захватаевым, руководителем отдела разработки компании Директ Медиа, который расскажет нам о новостях разработки, университетской библиотеки онлайн и другие проекты компании Директ Медиа. И 18 числа, в четверг, мы встречаемся с вами. Небольшая новая тематика у нас, Трихита ЭБС для преподавателя. И я вас познакомлю с интересными... Некоторыми только интересными сокровищами, которые есть в электронной библиотечной системе университетская библиотека онлайн. Ну вот, коллеги, и вроде бы с новостями на сегодня все. Еще маленькая информация о том, как скачать презентацию из папки файлы, можно ее забирать. Она предоставлена для скачивания. Для тех, у кого не получилось, чуть попозже я вам выложу ссылку на диск, с которого до завтрашнего дня презентацию также можно будет скачать. В конце нашей встречи я еще раз повторю полезную информацию, выйду к вам в эфир, и тогда уже все вопросы про записи, презентации, сертификаты мы еще раз с вами пройдемся, и ссылки я вам повторю. Поэтому не волнуйтесь. А сейчас мне хотелось бы передать слово нашему сегодняшнему спикеру Марине Анатольевне Орешко, которая расскажет нам про H5P и сервисы Иудоба для творческого учителя и библиотекаря. Марина Анатольевна, мы вас ждем с нетерпением. Добрый день, уважаемые ученики. Я надеюсь, меня видно, слышно. И тогда, если все хорошо со звуком, можно начать сегодняшнюю нашу встречу. Посвящена она будет двум сервисам, точнее, даже больше одному сервису. Ну, обо всем по порядку. Тема у нас звучит так. H5P и Иудоба для творческого учителя и библиотекаря. Итак, совсем недавно появился на просторах интернета, ну, как недавно, уже, наверное, лет пять назад. О нем много говорили, много писали. Сервис назывался H5P. Это англоязычный сервис, даже не сервис, а целая платформа, целый проект для создания различного интерактивного контента, интерактивного, игрового, обучающего. И получил он большое распространение, большой интерес вызвал. И если сравнивать из уже существующих тогда сервисов, то H5P напоминал чем-то Learning Apps, но в более продвинутой версии. Он позволял делать много интересного. Более 40 шаблонов было для заполнения. Работа строилась следующим образом. Вы выбираете вид контента, заполняете шаблон, ну, и дальше сервис сам генерирует либо игру, либо презентацию, либо какой-то другой вид контента. К сожалению, все хорошее длится недолго, и H5P постепенно стал монетизироваться. На сегодняшний момент сервис действует, на нем можно зарегистрироваться. Он позволяет сейчас создавать не 40 уже видов контента, а всего лишь 12 из бесплатного. Ну, самое интересное из этого списка, это, например, создание презентации, можно создать интерактивный плакат, флеш-карточки, можно создать простую викторину. Ну, вот списочек сейчас на экране. В красную рамку вынесло количество. Естественно, если вы в нем когда-то работали и создавали в нем работы, в тех шаблонах, которые стали платными, они никуда не делись, работы сохранились. Но, к сожалению, нового создать вот в этих шаблонах уже не получится. Зато, если они у вас есть, эти работы, можно их скачать в особом формате H5P и перенести их на русскоязычный сервис, который появился совсем недавно. Он создан тоже с использованием технологии H5P, но он русскоязычный, на русском языке, и все виды шаблонов здесь сохранены бесплатными. Как утверждают создатели, этот сервис был и будет оставаться бесплатным навсегда. Хотелось бы в это верить. Вот сегодня больше, конечно, пойдет речь о сервисе удоба. Но если вы работаете в H5P, то, в принципе, работы абсолютно такие же и шаблоны абсолютно такие же. И там, и там. Прелесть сервиса удоба в том, что он переведен, во-первых, на русский язык. Это самое главное. Второе преимущество. Здесь можно создать 46 видов разнообразного контента. Здесь можно создать все, что угодно, начиная с викторины, заканчивая презентацией, интерактивные видео и многое-многое другое. Поставьте, пожалуйста, значок. Слышно ли, есть ли звук у презентации? Очень много опять пошло нареканий, что звука нет. Ну да, отлично. Хорошо, спасибо большое. То есть звук идет, все хорошо. Если пропадает, возможно, можно переключиться, выйти и снова зайти в бинарную комнату. Вот сегодня о сервисе удоба в основном и пойдет речь. В Moodle вставляется, в Moodle должно быть бесплатное. Но надо это в любом случае в Moodle смотреть, как это есть. Я пока вот по отношению к библиотекарям, по отношению к учителям, которые Moodle не пользуются, но зато у этого сервиса есть хороший код, хорошая ссылка. Можно вставлять на страницы сайта и блога. Причем на сайте и блоге он будет смотреться даже симпатичнее, чем отдельно сам по себе этот контент. Он больше, конечно же, предназначен для сайтов, для блогов, для размещения на каких-то платформах, а не просто для индивидуального просмотра самостоятельного. Сегодня я пошагово расскажу, как зарегистрироваться в этом сервисе, покажу некоторые шаблоны. Понятно, 46 мы не успеем рассмотреть, да мы просто устанем. Поэтому я выбрала 15 основных, которые мне показались наиболее интересными. Вот о них и поговорим. Итак, если вы ни разу не пользовались сервисом, то первое, что нужно сделать, зайти на главную страницу и зарегистрироваться. Учетная запись пользователя выглядит следующим образом. Тут особенно ничего рассказывать даже и не надо. От вас требуется назвать свое имя, адрес электронной почты предоставить и придумать пароль, с помощью которого вы будете сюда заходить. Если за границей работаешь, то да, удобно, он бесплатно для всех должен быть. Он не предусматривает монетизацию, то есть там просто нет платного тарифа по умолчанию. Здесь сразу все бесплатно предоставляется. Далее, после того, как мы отметили, что мы не роботы, нажимаем регистрацию, после этого у нас создается учетная запись. Она тут же появляется у нас. Дальше второй шаг. Мы создаем библиотеку. На черную кнопку в центре нажимаем «Создать библиотеку». Она у нас должна появиться. Ранее была с левой стороны, вернее, ранее была с правой, сейчас ее перенесли влево. Но в любом случае в списке, в меню она должна появиться. Это то виртуальное пространство, которое здесь выделяет вам сервисы, внутри которого мы будем создавать интерактивный контент. Все работы будут храниться именно так. И в любом моменте мы можем вернуться. Сейчас это меню стало более удобным, сейчас оно еще дублируется наверху. То есть не надо открывать левую и правую панели инструментов. Сейчас еще есть дополнительное меню сверху, и можно там сразу добраться до библиотеки. Выбираем библиотеку, нажимаем, ну и внутри сразу единственная кнопка «Добавить». Она позволяет добавлять контент. Контент добавляется двумя способами. Если вы уже работали в H5P, и скачали оттуда свой файл со своей работой, вы можете его просто сюда внутрь загрузить. И он тут же и сохранится в вашей библиотеке. То есть одного ресурса вы перенесете на другой. Но единственное, это не касается тех работ, где вы загружали видео с компьютера, например, и где вы загружали аудио тоже с компьютера. У меня несколько работ так не перенеслось. То есть они получились немыми. Либо они вообще перестали отражаться. Во всех остальных случаях, если вы создавали контент на H5P, и загружали там картинки, добавляли по ссылкам контент, то все это перенесется. Но если вы что-то грузили так-то с компьютера на серверы именно H5P, то придется все с нуля создавать здесь. Такое небольшое огорчение. Ну, а мы пойдем самым простым путем, начнем работать с онлайном. Нажимаем «Добавить» и выбираем создание интерактивного контента. В центре большую кнопку нажимаем, на которой логотип H5P. Нам все время будут повторять, что конструктор создан на основе именно этого сервиса. Выбираем. Ну, и дальше открывается меню, из которого нам можно выбрать шаблоны. Здесь не все так красочи, как в Learning Apps. Более того, шаблоны здесь на русский язык не переведены. Для простоты можно их рассортировать от A до Z по названию. Так быстрее будет искать по алфавиту. Но можно попробовать перевести с помощью Google Переводчика на русский язык, и тогда станет работать проще. Рядом с каждым шаблоном есть кнопочка «Подробности». Если на нее нажать, откроется информация об этом шаблоне. Если там что-то будет по-английски, то можно опять-таки с Google Переводчика перевести. Хорошо все переводится. Ну, и, соответственно, там будут еще небольшие примеры, как это может выглядеть. Вот так вы сможете сориентироваться внутри шаблона, посмотреть, что больше подходит. Я вам покажу несколько шаблонов игровых, несколько для флеш-карточек, для презентации, для интерактивного видео и для интерактивной книги. Давайте с самого простого начнем. Создание викторин. Шаблон представляет более 12, сервис представляет более 12 шаблонов для создания викторин. От самых простых, просто на основе текста, до самых сложных, с картинками, с гиперссылками, с видеороликами и тому подобное. Если мы только начинаем тренироваться, то, наверное, имеет смысл начать с чего-нибудь попроще, а потом со временем, нарабатывая опыт, перебраться к более сложным шаблонам. Просто если начать сразу со сложненького, можно запутаться и огорчиться. А вот с простыми справиться довольно легко. Как всегда, я сейчас в чат начну добавлять ссылки. Если вам интересно, можете по ним походить, понажимать, посмотреть, поиграть. Все эти ссылки вмонтированы внутрь презентации. Если вы какую-то потеряете, то, скачав презентацию, сможете их обратно вернуть. Итак, первый шаблон называется Single Choice Set. В переводе на русский язык это викторина с выбором одного правильного ответа из нескольких. Это у меня викторина очень простая по русским народным сказкам. Плюс она еще со звуком. В случае правильного ответа звуковой сигнал звучит один, в случае неправильного – другой. Сама по себе викторина может быть не очень и красочная, но зато очень простая. И такие викторины чаще используют в онлайн-курсах для быстрого тестирования учащихся. Ну, собственно говоря, и для обычных викторин тоже подойдет. Красивее она будет смотреться на сайте, либо в блоге. Но даже здесь на скриншоте выглядит следующим образом. За каждый правильный ответ начисляется один балл. Можно в конце викторины узнать, сколько баллов насобирали. Как выглядит этот конструктор изнутри? Следующим образом. Нет, в этой викторине несколько страниц. Полистайте там несколько вопросов. Просто одни вопросы-ответы исчезают, другие появляются. Итак, изнутри выглядит следующим образом. Конструктор очень простой. Здесь переведено все на русский, поэтому не сложно. Вопрос, в самое верхнее поле, туда вносится текст вопроса. Далее варианты ответа. Их может быть четыре, может быть больше, сколько вы посчитаете необходимым. Обязательно нужно отметить, что первый ответ должен быть правильным. Так сервис будет ориентироваться, какой ответ обозначать верным. Не волнуйтесь, они все перемешаются, когда сервис сгинейширует викторину, поэтому все будет отлично. Далее, если нужно добавить еще один вопрос, опускаемся вниз, добавляем еще один. И получается у нас такая длинная лента простыня с вопросами, с вариантами ответа. Мы пока сразу не сможем увидеть, что у нас получилось. В итоге, пока мы все вопросы и ответы не вставим. Только после этого нажимаем на «Сохранить», и викторина у нас открывается уже в готовом варианте. Можно будет ее листать, смотреть. Под викториной есть кнопочка «Вставить». Если на нее нажать, то откроется код, его можно взять и встроить на страницу сайта и блога. Ссылку можно взять из браузера вверху или взять из кода. Если берем ссылку из кода, она в кавычках, в самом начале кода в кавычках, то у вас эта викторина откроется на весь экран. Если взять из строки браузера вверху, то будет вверху такое фиолетовое поле, написано, чья это библиотека и кому принадлежит эта викторина. Можно две разных ссылки заполучить. Удобнее, конечно, та, которая на весь экран. Да, вы можете затем вернуться к этой викторине, она у вас сохранится в вашей библиотеке, которую мы создали в самом начале, и внутри вы можете ее бесконечное количество раз редактировать, добавлять вопросы, убирать что-то и тому подобное. Далее. Чуть посложнее вариант. Этот вариант называется «самари». Ну, если на русский перевести дословно не получится, но смысл я это перевожу как «игра с утверждениями». То есть нужно выбрать, какое из этих трех утверждений правильное. Примерно то же самое, только с утверждениями теперь. Три утверждения на одну и ту же тематику, вам нужно их выбрать верное. Она может состоять из одного вопроса, из двух, из трех, из скольки угодно. Очень похоже, но только уже без звука. И конструктор тоже очень похожий. У этого шаблона нам нужно набрать здесь несколько утверждений на одну тематику. У меня вот процепь кота ученого, например, из какого материала сделана. Например, набор может состоять из трех утверждений, можно и больше добавить. Далее мы добавляем сюда то количество, которое нам необходимо. Если мало три, можно больше. Если обратите внимание, внизу на скриншоте есть еще такой значок «подсказка». Я когда создавала, я им не пользовалась, но можно, если участники затрудняются, они могут вызвать подсказку. В подсказке можно какое-то утверждение прописать, которое поможет сориентироваться. И если опуститься еще ниже, там появится новое поле «Добавить новый набор утверждений». И переходим к следующему набору. Так их можно создать неограниченное количество. В конце опять-таки нажимаем «Сохранить» на кнопочку и получаем готовую викторину. Вот эти две викторины делаются очень просто. Буквально за 5-10 минут вы сможете уже сделать готовый какой-то продукт и тут же поместить его на сайте или в блоге у себя. Ну и ссылкой, конечно, тоже можно делиться. Если мы делимся ссылкой, иногда жалуются многие, кто пользуется этим сервисом, что некрасивая получается ссылка. Но я уже сказала, что можно полноэкранную взять ссылку из кода, а еще можно прикрепить к каждому контенту, который вы создаете, обложку. Она в самом низу находится, так кнопка и называется «Создать обложку». Вы можете создать красивую картинку, например, с помощью какого-нибудь фоторедактора и в качестве обложки загрузить. Тогда ссылка будет красочная. Например, если в социальных сетях вы ей делитесь, то там будет ваша красивая картинка и рядом ссылочка. Так будет покрасивее выглядеть. В эти векторины картинки вставлять нельзя. Вот следующее я вам покажу, куда можно. Эта векторина, шаблон называется «Квиз». Он сложнее, но и интереснее, потому что одни и те же типы вопросов не всегда интересно отгадывать. Согласитесь, когда постоянно эти утверждения, но поотвечал раза 3-4, потом устал и больше не захотел. А вот все шаблон «Квиз» позволяет создавать разноплановые вопросы и добавлять к ним картинки. Здесь уже с картинками, со всей красотой. Ну вот я вам для примера про северных животных дала. В этой векторине я собрала все варианты вопросов, которые здесь внутри этого шаблона существуют. Шаблоны здесь такие. Вопросы с одним или с несколькими правильными ответами, подбор пары, заполнение пропусков в тексте, отметить нужные слова из списка, вопрос «Правда или ложь?» и заполнение пропусков в тексте словами из списка. Получается 6 типов вопросов внутри одного шаблона. Вы их можете варьировать в любом порядке. Либо выбрать только один тип, либо выбрать самые разные. Я попробовала, вот ссылку вам дала, там самые разные собраны. Вот как выглядит сам шаблон изнутри. Здесь тоже переведено все на русский. С левой стороны в столбике все вопросы, которые были уже созданы. Вот у меня 6 вопросов, например, и дополнительная синяя кнопка внизу для добавления нового и нового вопроса. А далее, как только вы нажимаете на «Добавить вопрос», открывается конструктор, и вам предложат выбрать тип. В красную рамочку я вынесла тип вопросов. Типы вопросов на английском не переведены, они на русский, но я расскажу о каждом, что есть что. «Малтипл чойс» у меня сейчас в рамочке, с него и начнем. Зависит от браузера звук. Если вы обратили внимание, когда на вебинар заходим, то рекомендуют «Гугл браузер», «Гугл Хром». Поэтому, возможно, иногда звук пропадает, если с другого браузера ходим. Ну, давайте с «Малтипл чойс» начнем. «Малтипл чойс» – это вопрос с выбором одного или нескольких правильных ответов. Здесь следующим образом действуем. Сначала вписываем вопрос, затем варианты ответов. Обязательно отмечаем тот из них, который верный. И дальше у нас есть подсказки еще. Если необходимо, можно подсказку добавить. И если опуститься еще ниже, то можно добавить... Ой, пропала у меня картинка. Так, картинка пропала. Ладно, на словах тогда буду рассказывать. Но здесь несложно. Опускаемся вниз, и там внизу будет раздел «Медиа», в который можно прикрепить картинку как раз. Картинку или даже можно попробовать видеоролик сюда прикреплять. Видеоролик дополняется с «Ютуба», а картинка с компьютером. Единственное, что здесь не слишком тяжелые картинки добавляем, иначе они не будут отображаться. Ну, примерно до 16 мегабайт. Таким образом прикрепляем к этому вопросу картинку, если она нам необходима. Ну, и далее сохраняем готовый вопрос и переходим к вопросу следующему, если необходимо. Вы можете отметить вопросов несколько правильных. Не только один. Здесь допускается вариант еще и несколько отметить. И у меня там есть один из вопросов – отметить северных животных, которые живут именно на Северном полюсе. Поэтому, если вы поставите несколько галочек, то, соответственно, участники должны будут дать несколько правильных ответов. следующий шаблон, который у меня не отображается на экране. Вот давайте уже следующую картинку. Это у меня шаблон «Questions», тот же самый «Questions set» остался, но тип вопроса другой. «Drag and drop». Он переводится с русского дословно «тяни» и «бросай». В чем смысл этого задания? Вот у меня как раз в викторине про вот эту вот животинушку был вопрос. Смысл в чем? Картинка и несколько вариантов ответа. Что изображено на этой картинке, нужно догадаться. Задача – взять кнопку с названием правильным и как будто бы перенести мышкой внутрь этой картинки. «Тяни» и «бросай», то есть «бросай» внутрь картинки. Вот у меня напротив этой животинки было написано, что она либо выдра, либо андатра, либо норка. Нужно выбрать из трех вариантов из этих правильный ответ. Как работает этот шаблончик, если вы выбрали этот вопрос? Тут немножко придется повозиться для первого раза, но, собственно говоря, несложно в итоге оказалось. Во-первых, загружаем фоновую картинку. Ну вот эту выдру самую загрузила я. Здесь можно немножко изменить, подрезать. Если у вас защищенное авторским правом, можно написать автора. Далее идем в раздел «Задачи», где будем вписывать задания. Да что ж такое с картинками-то сегодня у нас? У меня почему-то через одну показываются картинки. Отлично просто. Причем я ее вижу, а на экране ее нет. Так. Итак. Далее мы в разделе «Задача» следующим шагом рисуем эти самые кнопочки. Кстати, кнопки могут быть не только с текстами, но они и могут быть с картинками. То есть там в качестве кнопок может быть маленькая миниатюрка с картинкой. Ну, проще с текстом, мне кажется, так интереснее. Далее нужно среди этих кнопок выбрать правильную, отметить ее галочкой и прикрепить к этой картинке. Если все будет выполнено правильно, участник получит утверждение, что все получилось верно. Выбрал правильную картинку, правильным ответом здесь была бы выдра. Ну и далее все это сохраняем и переходим к следующему вопросу. Как-то вообще все плохо. Вопрос у нас следующий вот какой. Вставить недостающее слово. Вопрос этот называется на английском языке «Fill in blacks» «Заполни пропуски». Как этот выглядит? Ну, сама викторина выглядит следующим образом. Все очень просто. Какой-то текст, внутри него пропуск. Пропуск обозначен вот такой рамочкой. И внутрь этой рамочки нужно самостоятельно вписать слово. Здесь выбирать не из чего. Вариантов ответа нет. Здесь придется самостоятельно вписывать это слово. Правильным ответом здесь была камбала. Конструктор выглядит следующим образом. Все очень просто. Во-первых, нам нужно само задание, чтобы участник сразу понимал, что от него требуется. А дальше нужен текстовый блок, куда мы вписываем сразу правильный ответ. Но то слово, которое мы хотим сделать в виде пропуска, мы его отмечаем с двух сторон звездочками. И сохраняем. Вы можете несколько текстовых блоков прикрепить. Я взяла только один про камбалу, а можно придумать еще несколько. И тогда один за другим они будут меняться на экране. Очень просто. Буквально за 3-4 минуты можно такой вопрос смастерить. Похожий на него вопрос. Называется он «Отметь слова». Принцип работы тот же самый. В «Отметь слова». Описание задачи. Дальше сам текст. Он в раздел «Область ввода» входит. Тоже какой-то текст. И те слова, которые нужно отметить как правильные, отмечаем их с двух сторон тоже звездочками. Сначала и с конца. Тут обязательно важно, чтобы не было пробелов. Обязательно нужно проконтролировать, чтобы там лишних знаков никаких не было. Тогда слова будут отмечаться как правильные. Ну, вот конструктор на экране. Заголовок, название, описание, задачи. Они могут перекликаться. Может быть одно и то же, а можно заголовок как-то по-другому красиво назвать. Опять сохраняем. И можно играть. Следующий вопрос, может быть, чуть-чуть попроще, называется он «Драктекст». Ну, по сути, это заполни пропуски, только уже есть готовые слова из списка. Нам нужно персонажей разнести по книгам. У нас тут есть беседа, белые слова и северный медведь. Каждого нужно отправить в нужное место. Собственно говоря, шаблон будет точно такой же, как и в предыдущем, но с вариацией. Заголовок, описание задачи. Заголовок и описание – это может быть одно и то же, а может быть разное. Описание задачи обязательно появится. А заголовок, по-моему, он не появляется, там только описание выходит. Но в любом случае, все, что красная звездочка отмечена, это обязательно для заполнения. Ну и сам текст. Опять вводим готовый вариант, а нужные слова, которые нужно распределять, отмечаем звездочками. Сохраняем. Вопрос готов. Вот к этим «Отметь слова», вот этими и с играми со словами, к ним картинки не добавляются. Здесь столько текста. А вот здесь картинку можно добавить. Это вопрос, который называется «True, false, question» или «Да, нет». По-русски, если переводить. Какое-то утверждение дается. Нужно ответить, правда это или ложь. Ну и затем внизу есть кнопочка «Проверить». Сюда можно дополнительно еще крепить картинку, как мы видим. Шаблон тоже очень простой. Выбираем тип вопроса «True, false». Выбираем заголовок, оно же утверждение. То же самое, вопросы заголовок могут перекликаться. Вопросов может быть на самом деле несколько. Тогда заголовок будет отдельный, свой собственный. Вопрос. А дальше отмечаем «Правда, нет». Переходим к следующему. Дополнительно, я забыла сказать, но это уже дополнительные настройки. Если вы освоитесь с этими играми, то есть еще настройки поведения. Внутри этих настроек вы можете переименовать кнопки. Например, каким-то образом настраивать, чтобы эти вопросы викторины появлялись в каком-то порядке. Как раз в настройках поведения можно уже попробовать поэкспериментировать. Настроить способы появления на экране, написание на кнопках и тому подобное. Хотя можно даже это и не трогать, потому что по умолчанию здесь сервис все хорошо настроил. Завершая викторины, участники получают обратную связь. В конце получают сумму, сколько баллов они набрали за всю викторину. И получается вот такой очень неплохой шаблон. С помощью одного шаблона можно сразу сделать настоящий квиз. Ну, собственно, он так и называется. Давайте посмотрим на другие варианты игры с картинками. Если не стоит задача просто викторину создать, а какую-то действительно интересную игру, то можно попробовать сделать это с помощью картинок. Тоже сервис дает несколько вариантов. Сейчас я вам ссылочку дам на эту игру. Игра здесь очень простая. Для сайта, для блога, как такое маленькое развлечение, несерьезное. Ну, например, вот такая вот ссылка. Нужно на этой картинке найти птицу, для охраны которой был создан Кандалакшинский заповедник. Ну, раньше публиковали в детских журналах такие картинки. Найди на картинке там что-то. Здесь это интерактивный вариант. Здесь в каждой птичке прикреплена метка с указанием, правильный ответ или неправильный. Если вы начнете щелкать по каждой картинке, то увидите, где правильный ответ, а где неправильный. Здесь нужно найти было птицу, которая называется Гага. Она вот в первом ряду, если пощелкать. Ну, вот такая вот находчивая викторина. Очень просто создается. Нам нужна для начала вот такая картинка. Делается это с помощью коллажа в любом фотосервисе, который у вас есть под рукой. Можно и в PowerPoint смастерить. Можно взять готовую картинку, если она уже где-то у вас есть, а можно сделать самим. Я это сделала с помощью сервиса с коллажами. Далее загружаем эту картинку. А далее создаем так называемые активные точки. Это вот те самые метки, которые у нас будут указывать, правда или неправда. Метки бывают двух типов. У меня вот на экране прямоугольные, а можно сделать круглые. Если у вас картинки больше похожи на круг, можно выбрать круглые. Щелкаем по картинке и растягиваем мышкой, чтобы всю картинку занять. Вот как сделала я. Каждая птичка у меня в отдельной рамочке получилась. Далее к этой метке мы прикрепляем обратную связь. Она называется здесь отзыв. Во-первых, ставим галочку, если это правильно. Ну и дальше маленькое, два-три предложения с обратной связью. Например, напишем, что все ответил верно, молодец. И это действительно та самая птица, которую ты искал. Вот так в каждой метке прикрепляем такую обратную связь. Сохраняем. И можно помещать на сайте и в блоге. Так можно будет играть с картинкой. А если ответов несколько правильных, если нужно найти несколько таких активных точек, то для этого есть другой шаблон. Похожий. Только искать там нужно будет несколько. Три варианта ответа. А в общем, собственно говоря, все то же самое. Загружаем картинку, из которой будем что-то выбирать. А далее внутри этой картинки точно так же выделяем метками, круглыми или прямоугольными. Здесь немножко иначе. Надо прописать задание, конечно же. И обязательно отметить, сколько правильных ответов будет требоваться от участников. Ну, в частности, у меня здесь три правильных ответа нужно. И далее точно так же к каждому ответу, к каждой картинке прикрепляем обратную связь. Верно или неверно. Правильный или неправильный ответ. Хочу обратить ваше внимание, что в сервисе удоба часть шаблонов переведена на русский, а часть почему-то на английском. Возможно, со временем тоже будут переведены. Но вот у меня на экране сейчас на английском языке. Если сложновато, то можно с Google Переводчиком попробовать перевести. Он все очень корректно переведет и поможет вам в этом смысле, если какой-то шаблончик окажется на английском. Сохраняем. Нажимаем Done. Сохраняем. И можно играть. Еще один интересный шаблон – игра «Литературные котики». Нужно каждому котику найти автора, который его придумал. Мышкой переносим котика к автору слева направо. Эта игра в Learning Apps называлась «Найди пару». Здесь она называется «Image pairing». Ну, та же самая история. Составь пару из двух картинок. Делается все это очень просто. Нам нужно просто эти самые картинки загрузить внутрь сервиса, а дальше все сделает сам механизм. Шаблончик очень похож. Мы такой примерно видели в шаблоне «Квиз». Даем задание. Загружаем пару картинок. Первая картинка, допустим, обязательно у нас не путаем их местами. То есть котики к котикам, авторы к авторам. Если сначала грузим котика, то во всех вопросах котики должны идти первыми. Итак, первая картинка. Дальше, чуть ниже, вторая картинка. «Matching image». Получилась пара. Дальше к каждой картинке даем название. Ну, чтобы было понятно, кто есть кто. И сохраняем. Переходим к следующей карточке. Вот так вот парами грузим картинки. От нас требуются только сами изображения и придумываем им название. Сервис все перемешает, выдаст их в случайном порядке. И наша задача остается только собрать эти пары между собой. И еще разновидность этой же игры. Расставь по порядку. Шаблон называется «Image Sequences». Прошу прощения за английский. Принцип работы следующий. Ну, по заданию понятно, что нужно сделать. Расставить по хронологии, например. По порядку книги, как они выходили. Про Гарри Поттера в частности. Точно так же это делается мышкой. Меняем их местами между собой. Двигаем, переставляем. Шаблон здесь вообще очень-очень простой. Здесь нужно всего лишь добавлять картинки и название к ним. По порядку. Загружаем в том порядке, в каком они должны быть. Вот от первой до последней. А дальше сервис все перемешает. И можно будет уже поиграть. Что здесь больше сказать? Больше сказать здесь нечего. Единственное, что здесь еще можно попробовать загрузить аудиофайлы. Какие-то озвучки прикрепить к этим вопросам. Вот я с аудиофайлами, правда, не пробовала в этом сервисе. Я просто не знала, как это можно здесь использовать в расстановке по порядку. Но если вы найдете, то можно прикрепить каждое ему изображение еще какую-то аудиоозвучку, если это необходимо. Аудио здесь очень хорошо грузится прямо с компьютера. Вот с картинками, пожалуй, и все. Давайте посмотрим на разновидность. Это одновременные викторины и картинки одновременные. Называется это игра, и даже не сказать игра, упражнения. Называется это флеш-карточки. Наверняка вы встречали в своей работе или слышали, по крайней мере, об этом. Может быть, сами создавали. Флеш-карточки – это такие карточки, с одной стороны пишется вопрос, с другой стороны ответ. С одной стороны текст, с другой стороны картинка. Или наоборот. И с помощью флеш-карточек можно делать викторины, можно делать игры на запоминание слов, можно создавать очень много чего интересного. Сервис удобно предлагает два вида таких вот флеш-карточек. Со звуком и без звука. Со звуком выглядит следующим образом. Ссылку отправляю в чат, чтобы походить, посмотреть. Поинтереснее было. Здесь, правда, карточки не переворачиваются, но они очень красиво выплывают. Как только ответишь на один вопрос, появляется следующий. Это была игра викторина, связанная с писателями-юбилярами 2018 года, насколько я помню. У нас портрет писателя, дальше задание. Нужно назвать этого писателя. И дальше ответ. Здесь еще есть маленькая подсказочка, что нужно писать фамилию писателя с большой буквы, чтобы ответ засчитали как верный. Ну и далее начинаем отвечать на вопросы. Как только мы ответили, нажимаем на проверить, убеждаемся, что мы ответили верно, и переходим к следующей карточке. Они вот так по очереди очень красиво выплывают. Получается довольно красочная викторина, отлично смотрится на сайте и в блоге. Как здесь работает? С чем-то это все похоже на игру «Найди пару». Здесь тоже нужно составлять карточки. Карточки парные. Вопрос, ответ. И дальше прикрепляем картинку. Все очень просто. Ну вот, например, автор баллады Светлана, ответ будет Жуковский. И портрет писателя. Дальше переходим к следующей карточке. Всего из трех частей эта карточка состоит. И можно неограниченное количество таких вопросов напридумывать. Чтобы правильно засчитался ответ, нужно, и там есть еще подсказки, вот как раз в подсказку внести, например, уведомление, что надо писать, например, фамилию с большой буквы, чтобы ответы засчитывались. А так очень просто и быстро, и красиво. Разновидность этой игры со звуком. Вот эту как раз викторину я не смогла на удобу перенести, потому что здесь я звуки загружала с компьютера, и чтобы создать такое же на удобе, мне пришлось бы с нуля все это сделать. Пока не сделала с нуля. Тоже поэты юбиляра 2018, но здесь немножко другая история. Здесь приключен звук. Здесь, например, задача определить опять-таки поэта. Нужно ничего вписывать здесь уже не надо. Можно послушать стихотворение, нажав на значок. Можно прочитать название стихотворения. А дальше как раз карточка переворачивается. Переворачиваем с другой стороны и проверяем, правильно ли мы угадали поэта. Викторина такая с самопроверкой. Называем поэта, переворачиваем, проверяем. Так можно сделать целую виртуальную выставку. Это такая викторина-выставка. Очень красиво получается. У нас были записи, читатели библиотеки читали стихи, и их потом мы оформили в виде вот такой викторины, она же выставка. Можно слушать, а можно отвечать на вопросы, кому как нравится. Шаблон называется «Диалог карт». Внутри выглядит так. Очень похож на предыдущий. Текст обязательно какой-то вопрос. Ответ, который будет на обороте, на обратной стороне карточки. Картинку через плюсик добавляем. Дальше альтернативный текст мы можем пропустить. Оно не стоит здесь, звездочка красненькая. Это на тот случай текст, если картинка не загрузится. Чаще всего она загружается. Все в порядке с этим обязательно. Можно использовать самую последнюю кнопочку «Аудиофайлы». Загружать можно с компьютера. Правда, не очень тяжелые. Но вот течение стихотворения отлично загрузилось. Сохраняем. Добавляем новую, такую диалоговую карточку. Теперь переходим к сложным формам, к крупным формам, я бы сказала. Поговорим о более масштабных таких вот проектах. О лентах времени. Для тех, кто не создавал, я напомню, что ленты времени – это такие же интерактивные графики, интерактивная шкала, на которой отсечками обозначаются какие-то даты. И к каждой дате прикрепляется еще контент. Текст, может быть, картинка, какое-то видеоизображение. Такие интерактивные ленты можно пролистывать, просматривать, щелкать по ним, открывать контент, читать, смотреть. Хороший вариант, например, для рассказа о какой-то биографии писателя, об исторических событиях. Можно создать небольшое путешествие по истории города, например. И многое-многое другое. От слов к делу. Я вам две ссылочки сейчас отправлю. Одна моя, вторая не моя. Ну, я, как обычно, сделала про Мурманск ленту времени. Сейчас я сначала вставлю, потом прокомментирую, как выглядит эта лента времени и чем она хороша. И вторая ссылка. Если вы откроете любую из них, то увидите, что сама лента времени выглядит действительно как лента. Вот такая. Ее можно развернуть на весь экран. Там в правом верхнем углу есть специальная кнопка для этого. Тогда можно ее во всей красоте посмотреть. Если присмотреться, то можно увидеть, что по центру идет слайд наподобие презентации. Причем слайды эти меняются на основе одной и той же подложки. Там внизу какая-то картинка может быть, а на основе нее появляются новые и новые слайды. А далее внизу сама лента времени, шкала с временными отсечками. И эту ленту времени можно просматривать двумя способами. Самый простой – это листать слайды стрелочками справа и слева. И посложнее способ – щелкать как раз вот кнопочки внизу. С временными отсечками они в виде таких флажочков появляются, если по ним пощелкать. В общем, выбираем любой вариант. Создавать ленту времени немножко сложно для первого раза. Но когда уже разберешься с первой попытки, все становится не так уж и сложно. Давайте по порядку пойдем. Шаблон называется «Таймлайн». О, спасибо, нам уже ссылочек добавили. Да, кстати, если вы что-то уже создавали, и у вас есть под рукой, делитесь в чате. Я думаю, участникам будет интересно посмотреть вариации. Ну, начинаем с названия, как обычно. Какое-то придумаем название обязательно, которое будет появляться, когда мы это открываем. Можно написать аннотацию небольшую. О чем это лента времени. Далее загружаем в подложку, в фоновая картинка. Если ничего не загрузить, то оно будет серое. Но лучше что-то добавить. Можно однотонную подложку, можно красивую фотографию найти. Загружается с компьютера. Идем дальше. Конструктор у этого шаблона выглядит, как длинная-длинная лента, которую мы будем заполнять постепенно, от начала до конца. Поэтому не пугаемся, если событий много, действительно лента получается длинная. Далее, высота. Высота здесь уже по умолчанию прописана 600. Это ширина этой самой ленты времени, в какой ширине она будет отображаться на экране. Если для вас это узковато, например, у вас сайт большой, крупный, и вы хотите пошире сделать ленту времени, это можно сделать. Просто поставьте другую цифру, большую. Например, 800, 900. Если не вместится, вернетесь назад и исправите поменьше. Тут методом эксперимента все делается. Самое интересное. Приступаем к датам. Дата прописывается очень необычно. Каждая дата пишется в обратном порядке, во-первых, начиная от года, заканчивая днем, и через запятую. Вот это вот самое важное. Потому что, когда я начинала создавать первую свою ленту времени, я прописала стандартное число, там через точку, по-моему, и обрадовалась. А потом не понимала, почему у меня ничего не получилось. Потом я нашла справочные материалы и обратила внимание, что пишется через запятую. Вот. Например, там, 2020, запятая 1001. Начало. Как вы видите, окончание писать не обязательно события. Главное, хотя бы начало прописать. Окончание по умолчанию. Если у вас нет месяца и дат, и дня, то ничего страшного, можно год просто написать. Сервис все равно все должен выстроить как надо. Итак, мы каждую такую дату прописываем. Дальше к этой дате мы добавляем название. Естественно, событие, как эта дата будет называться. Описание события. Если необходимо, можно добавить еще метки, ключевые слова. Но это не обязательно. Самое интересное, это раздел объект. Вот он у меня пока закрыт, серенький такой. Если нажать на объект, то мы добавлять начинаем контент к этому событию. Контент выглядит следующим образом. Добавляется он через ссылки. К сожалению, тут с компьютера ничего добавить не получится. Здесь придется брать ссылки из интернета. Ссылки на фото, на видео, на аудио, либо на карту. Вверху в скобочках подписано, какие сервисы поддерживаются. Можно прикреплять контент из Твиттера, из Ютуба, Вимео, из Википедии, Google Maps и Саундклауд. Саундклауд – это звук добавляет. Картинки можно прикреплять по любой ссылке. Даже если вы взяли какую-то, не обязательно с Википедией картинку, ее можно крепить. А вот видео, например, только с Ютуба. Карту только из Google Maps. А звук только с Саундклауд. И еще такой маленький минус. К одному объекту, к одному событию можно добавить только один какой-то объект. Либо только картинку, либо только видео. При попытке добавить что-то второе, первое исчезнет. Дополнительно можно добавить иконку. Иконка – это маленькое изображение, оно будет внизу. Под лентой времени, где временные отсечки, если добавить иконку, то это будет маленькой такой миниатюркой внизу отображаться. Это дополнительная, такая дополнительная опция. Если у вас есть какой-то информация про авторские права, про источник, откуда вы взяли эту информацию, то название источника можно подписать внизу. Там же можно указать авторские права на объект, который вы вставили, если это нужно. Итак, каждой дате. Закрыли одну дату, нажимаем на кнопочку «Добавить новый объект» и начинаем с новой даты. И в итоге у нас, чем больше получается объектов, чем больше дат, тем длиннее получается этот самый конструктор. Он все больше и больше нам добавляет объектов. Сразу не посмотрим, как получается, пока не добавим хотя бы несколько. Тогда нажимаем «Сохранить» и уже смотрим, что получилось. Можно вернуться потом обратно, если что. Еще обращаю ваше внимание на то, что здесь есть, правда, это не самое востребованное, но так или иначе, если у вас большие временные интервалы, например, у вас длинная лента времени, несколько R, один век, второй век, какие-то более такие глубины веков, то можно еще воспользоваться функцией R. Она работает так же, как и дата, только это большие временные интервалы, они на ленте времени просто будут обозначены немножко иначе, не так, как даты. А так у них все то же самое. Название, заголовок, дата и тоже прикреплять к ним можно и видео, и аудио, и картинки. Вот так. После того, как мы этот длинный-длинный конструктор создали, обязательно все это не забываем сохранить и смотрим, как получилось. Если все понравилось, то можно брать ссылку и код и вставлять все это на сайт и в блоге. Если не очень, то можно вернуться назад и все это отредактировать. Минус того, что загружаем мы картинки, например, по ссылке, то, что если, не дай бог, эту картинку кто-то удалил с сайта, с которого мы ее взяли, то она на ленте времени тоже исчезнет. Поэтому хорошо, если у вас эти картинки, вы сами где-то опубликовали, удалять не собираетесь. Например, у вас они где-то в блоге или на сайте уже опубликованы, и вы просто оттуда взяли ссылку, тогда 100% можно быть уверенным, что картинки на ленте времени никуда не исчезли. Еще, я уже немножко говорила про обложку. Когда мы ссылку публикуем на ленту времени, будет просто отображаться какой-то логотип H5P, по-моему, будет отображаться серый логотип неинтересный. Поэтому он можно добавить еще в обложку. В самом конце, в самой длинной ленты, вы найдете этот раздел «Обложка». С компьютера можно загрузить любую картинку, и тогда ссылка будет отображаться очень красиво. Обязательно нажимаем «Сохранить». По умолчанию под каждым шаблоном, какой бы вы ни взяли, будет две кнопки стоять. Отображать кнопки скачивания, встраивания и кнопку авторских прав. Они две включены. Если вам не нужна кнопка авторских прав, ее можно отключить. А вот кнопка для встраивания нам нужна, иначе мы сами не сможем код получить для встраивания на сайте и в блоге. Поэтому эту кнопку лучше не отключать. Кроме того, что позволяет возможность добавлять еще комментарии от участников, вы можете настроить «Закрыть комментарии» либо «Разрешить». Тоже ко всем шаблонам эта опция действует. Давайте пойдем еще с интерактивным плакатом познакомимся. Тоже хорошие шаблоны, тоже все бесплатненько. Сейчас я вам ссылочки отправлю на парочку таких плакатов и прокомментирую, что это такое. Интерактивный плакат – это изображение, на которое нанесены интерактивные метки. Мы уже с ними имели дело, когда играли с картинками про уточек, про памятники. По сути, это тоже были маленькие интерактивные плакаты, на которых нужно было что-то найти. Здесь интерактивный плакат выглядит немножко по-другому. Вот так, например. В качестве картинки загружена карта Санкт-Петербурга. Это вторая ссылка из тех, что я дала. На ней нанесены метки, соответствующие каким-то улицам, зданиям, каким-то достопримечательствам. При нажатии на каждую из этих меток открывается окошечко, оно вот так вот выезжать будет. И в этом окошечке информация, например, о улице Некрасова. Чьим именем она названа, кто такой Некрасов, дальше портрет писателя. И так, в каждой метке прикреплен определенный контент. Получается такая дополнительная справочная информация и изображение, которое можно встроить на сайт и в блог, а внутри этого изображения много интересного можно вставить. Шаблон несложный, попроще, чем в ленте времени будет. Обязательно придумываем название нашей работы, естественно, и загружаем в картинку, на которую будем наносить метки. Картинку можно взять любую. Если вы хотите путешествия по карте, то надо найти картинку-карту. Если хотите просто обложку книги сюда добавить, можно обложку книги, на нее добавлять разные метки. У меня, например, был сделан калаш из разных животных, и на каждое животное у меня, соответственно, метка была. В общем, любое фоновое изображение, которое вам понравится. Дополнительно можно настроить иконки. Иконки – это те самые метки, которые появляться будут поверх этих картинок. Можно выбрать цвет иконки и значок. По умолчанию плюсик. Можно выбрать какую-то другую. Там три варианта, по-моему, есть, кроме плюсика еще. Попробовать, поэкспериментировать. Ну, а цвет иконок, конечно, цвет изображения для красоты, чтобы было примерно в одной тональности. Далее мы щелкаем по этой картинке. Позиция метки это называется. Вот там, где у меня лупа нарисована, там должна была быть картинка. Я ее просто не загрузила. А вообще, вот там, где лупа, будет картинка. Правда, она будет маленькая. Вот если недостаток, картинка будет мелкая. И метку будем наносить вот на такую мелкую картинку. Но потом ее можно передвинуть. Ничего страшного, если промахнемся. Щелкаем по этой картинке, появится метка. Либо плюсик, либо то, что вы выбрали. А дальше самое интересное, начинается элемент содержимого. Если открыть весь список, то появится текст, видео и картинка. Самое интересное здесь, что к одной метке можно добавить сразу все три вида. И текст, и видео, и картинку. Даже можно несколько картинок, несколько видеороликов. В общем, в одну метку можно ввести много-много чего. Это большой плюс. Потому что во многих сервисах для создания интерактивных плакатов добавляется либо текст, либо картинка, либо видео. А здесь можно три в одном все сделать. Добавляем все, что необходимо. Вписываем текст. Если выбираем текст, то добавляем текст. Если загружаем картинку, то с компьютера, видео, посылки из YouTube. А дальше вот у меня списком сейчас закрыта серая кнопка. Добавить новый объект. То есть к этой же метке добавить еще что-то. Сначала мы загрузили, допустим, текст. Потом нажали на серую кнопку. Добавили видео. Еще раз на серую добавили картинку. Далее. Для новой метки нажимаем на кнопку «Добавить hotspot». Вот эта метка называется hotspot по-английски. Горячая точка. И дальше откроется новая картинка. Ну, опять та же самая картинка откроется. Мы опять точно так же по ней будем щелкать. И точно так же будем все прикреплять. Сколько меток такой длины и будет наш шаблон. Он может безразмерно увеличиваться. Сейчас расскажу, как строить ресурсы на сайте. Сейчас дойду до конца и расскажу. Далее сохраняем это все. Открываем в предварительном просмотре. И далее, ну, у меня шаблона нет. Буду рассказывать это на словах, как вставить. Дальше под самой викториной, под самой интерактивным плакатом есть кнопочка «Встроить» или «Вставить». Нажимаем на нее, открывается код. Этот код копируем правой клавишей мыши. Ну, и этот код уже вставляем на сайт или в блог. Если нам нужна просто ссылка, то ее берем вверху, прямо из строки браузера. Если нам нужна ссылка на полноэкранный вариант, то копируем код и из этого кода забираем то, что находится в кавычках в самом начале. Это ссылка на полноэкранный вариант. Выбираете тот вариант, который вам нравится, код, ссылку, полноэкранную ссылку и вставляете. Виртуальные туры. Ну, по сути, уже немножко с виртуальными турами мы познакомились, когда мы выяснили, что можно загрузить карту и по ней сделать интерактивные метки. По сути, это тоже получается виртуальный тур. Правда, у самого сервиса Удоба есть отдельный шаблон для создания виртуальных туров. Создаются они на основе панорамных фотографий. Я на одном из предыдущих вебинаров рассказывала, как могла, про панорамные фотографии. Это такие длинные фотографии с обзором в 180 или 360 градусов. В специальных сервисах их создают или склеивают из нескольких плоских фотографий. Если у вас есть такие панорамные снимки, или если вы умеете их делать, или если у вас есть фотограф, который умеет такие снимки делать, можно на основе панорамной фотографии сделать виртуальную экскурсию, тоже прикрепляя к ней вот такие интерактивные метки, как у меня сейчас на экране. Причем из этих панорамных снимков можно сделать целую галерею, если их прикрепить один за другим, и вы от одной панорамы можете переходить к другой. Чаще всего это используется в музеях. Может быть, вы видели на сайтах многих музеев есть панорамные обзорные экспозиции, которые можно крутить, вертеть, смотреть, и можно из зала в зал так переходить виртуально. Вот примерно то же самое можно сделать в сервисе Удоба. Для этого нам нужен хотя бы один панорамный снимок. Я пока не решилась на виртуальный тур, поэтому я вам примерчик дала. Там несколько панорамных, вернее, один панорамный снимок, и к нему интерактивные метки прикреплены, по которым можно щелкать. Делается очень просто. Загружаем панораму. У меня она вот такая вот для образца. Далее обращаем внизу на кнопочки. Во-первых, щелкаем на саму картинку. Появляется вот такая метка с плюсиком. Ее можно отредактировать, нажать на карандашик. Там можно выбрать вид этой метки, окраску метки и так далее. А вверху кнопочки для добавления контента. Можно добавить текст, можно добавить к этой метке картинку, и можно добавить звук и видео. Вот эти четыре значка, они позволяют добавлять четыре вида контента. Самая левая кнопка, самая крайняя, это кнопка для перехода на новую панораму. Такая стрелочка, летящая, похожая на самолетик бумажный. Вот она для перехода на новую сцену. А новая сцена прикрепляется синей кнопочкой внизу. Новая сцена. Так, к сожалению, эти виртуальные туры, они всем хороши, но добавляют дополнительно ресурсов компьютеру, дают ему дополнительную работу, и может загружаться помедленнее, чем обычная картинка. Но получается интересно. Мышкой вы можете вращать эту панораму в разные стороны, нажать на интерактивные метки, там откроются картинки уже обычные, плоские. Дополнительно можно тексты добавлять, видео и аудио. И сразу, причем здесь все видно, здесь не нужно заполнять длинный и долгий конструктор, здесь все на картинке тут же видно, все метки. Можно пощелкать и посмотреть, как это будет. Шаблон называется Virtual Tour. Виртуальный тур. Ну и осталось у нас два вида контента, вернее, три. Но о них я буду говорить покороче, потому что они нам уже, по сути, знакомы. Мы с вами разобрали составные части. А сложить из этих кубиков конструктора можно презентацию, интерактивное видео и интерактивную книжку. Начнем с презентаций. Презентации здесь не такие, как во всех других сервисах. Здесь, если есть PowerPoint, его внутрь не загрузишь. Здесь придется все с нуля создавать. Здесь немножко другой вид конструктора. Сейчас, как обычно, ссылочек парочку добавлю на викторины. Не на викторины, а на презентации. Но хороши эти презентации тем, что они одновременно и презентации, и одновременно еще и викторины. Потому что внутрь такой презентации можно вставить разные игровые упражнения. Из списка тех, которые мы с вами рассмотрели до того, как. Поэтому я и говорю, что здесь будет проще. После того, как мы освоили все виды викторин, презентацию создать будет очень просто. Вот пример. Это виртуальная выставка Николая Николаевич Носов, его «Жизнь и творчество». И внутри этой виртуальной выставки вставлены викторины, игровые упражнения. Они обозначены такими кружочками внизу. Если видите, на сером фоне маленькие кружочки, это они и есть. Это слайды, в которых есть игровые задания и упражнения. Вторая ссылка – это уже просто презентация, но там тоже есть игровые задания. Как это все работает? Открываем шаблон. Нам дают первый слайд. Он пустой изначально будет. На этот шаблон мы наносим содержимое. Во-первых, мы можем залить его определенным цветом, либо можем фоновую картинку вставить. Вот у меня была со звездочками такая фоновая картинка. Я ее загрузила, и она растянулась на экран у меня. Далее все остальное прописываем вручную. То есть тексты вписываем. Можно добавлять картинки, загружать с компьютера. Плюс вот вверху огромное количество разных кнопок. Я их подписала, чтобы было понятно, что есть что. Они позволяют добавлять на эти слайды разный контент. Тексты, ссылки, картинки, разные прямоугольные формы, и треугольные, и круглые какие угодно видео с YouTube. Можно строить внутреннюю навигацию. Я сейчас про навигацию расскажу отдельно. Но в двух словах – это когда переходим на определенный слайд. Нажимаем на кнопочку и попадаем на какой-то нужный нам слайд. Можно добавить аудио. И дальше игровые упражнения, о которых я вам рассказывала. Заполни пропуски, правда, ложь, с несколькими ответами правильными, с одним, драк и дроп, основе утверждений. Вот все-все-все игровые упражнения, о которых я рассказывала, их можно встроить внутрь этой презентации. Это еще не все. Тут спуку еще есть много кнопок. Ну, викторины продолжаются. Здесь можно флеш-карточки вставить, различный вид текста. Там у нас был текст обычный для заголовков, а есть еще текст непрерывный. Непрерывный текст – это большой массив какой-то информации. Если у вас есть большой вид текста, то выбираем именно этот. Табличку можно добавить, интерактивное видео и контент из Твиттера. В общем, все что угодно, на любой вкус. Создаем слайды и наполняем их с помощью этих кнопок контентом. Внизу есть дополнительные справочные кнопки. Я говорила о том, что можно залить фон. Для этого специальная кнопка есть. Здесь же через эту кнопку загружать готовую картинку для фона. Далее добавить слайды, копировать слайды можно. Ну и удалять, соответственно. Можно их менять местами. Внизу навигация для слайда. После того, как мы что-то выбрали, например, щелкнули по тексту, открывается такое окошечко прямо поверх презентации, куда мы можем вставить текст. Вот у меня, например, был заголовок. Я его вот так вписала. Здесь есть настройки. Можно менять шрифт, цвет, размер. В общем, все как обычно с текстами. И сохраняем. Можно этот текст сделать в виде большой кнопки. Есть такая настройка «Показать как кнопку», например. Если хочется особой красоты. И так с каждым видом контента. Вот, например, навигация. Я вам говорила, вот этот значок с якорем – переход к какому-то слайду. Вы, например, вписываете какой-то текст, название, а дальше к этому названию крепите этот самый якорек. При нажатии на этот текст открывается нужный слайд. Например, нам нужен переход на конкретный слайд, на первый. Выбираем номер слайда, вписываем точнее. Нажимаем «Нажать готово». И у нас надпись получается интерактивной. Когда мы на нее нажимаем, попадаем на нужный слайд. Так можно внутри самой презентации делать разные переходы. Например, если вы делаете виртуальную выставку, сделаете список разделов, а каждый раздел сделаете интерактивным. Например, у вас будет первый раздел начинаться на втором слайде, второй раздел на пятом слайде. И так можно сделать навигацию между слайдами. Очень интересно получается. Что касается игровых упражнений, конструкторы точно такие же, откроются прямо поверх презентации. Дополнительно, отдельно ничего делать не надо. Выбираем вид контента и тут же внутри презентации заполняем шаблончик. Сохраняем, и он у вас отправляется внутрь презентации. Вот и все. Я обратила ваше внимание на то, что там еще можно в презентацию вставить интерактивное видео. Это отдельная история, отдельный шаблон. Для этого существует... Что это такое? Это видеовикторина, по сути. То есть вы берете какой-то видеоролик и внутрь этого видеоролика вставляете вопросы и задания. Разные. Игровые, неигровые, там, векторины и тому подобное. Вот все это называется интерактивное видео. Сейчас опять пару ссылок вам отправлю. Видео можно брать свое собственное, если вы сами умеете делать, или у вас есть какое-то подходящее. А можно взять любое с Ютуба, которое вам нравится. Учебное видео чаще всего берут. Ну вот у меня тут про витамины и про поэму Пушкина «Медный всадник». Две ссылки. Видео взято учебное с Ютуба, добавлено по ссылке. А дальше внутрь этого видео мы будем вставлять разный вид контента. Это, пожалуй, самый сложный вид шаблонов, но самый интересный. Выглядит видео следующим образом. Если вы ссылку перейдете, то примерно что-то вроде этого откроется. Внизу кружочки, знакомые нам. Это значит, что здесь задание. Вот в этих фрагментах видео. Дополнительно, если нажать флажок такой, который вниз опущенный, то откроется меню. Например, вот про витаминки там еще меню есть. Это навигация по видео. Все это сделано в самом сервисе. Как это все делается? Во-первых, загружаем видео с Ютуба. Там можно добавить авторское право, если необходимо. И переходим сразу же после загрузки к следующему. По ссылке, естественно, добавляется. Но вы можете попробовать из компьютера. Сервис разрешает с компьютера тоже добавить, но это будет чуть медленнее. С Ютуба добавляется намного быстрее. Далее идем в раздел «Добавить взаимодействие». Взаимодействие – это и есть разный интерактивный контент. Вопросики. Знакомые значки вверху, я уже не стала их второй раз подписывать. Все то же самое, что и в презентации. Тексты, таблицы, ссылки, картинки, разные виды упражнений, викторин, горячие точки. Есть даже викторина перекресток, так называемая. В общем, все то же самое, как и в презентации. Как это все делается? Запускаем видео. В нужный момент ставим на паузу. И вот именно в момент этой самой паузы выбираем любой значок из списка, который наверху. Переносим мышкой, либо два раза щелкаем, он сам появится на экране, а он разворачивается в конструктор, и мы его начинаем заполнять. Ну, например, ну вот я подписала еще раз, чтобы было понятнее, что есть что. Здесь разные виды. Начиная с текста и заканчивая картинками, плюс разные виды викторин. Знакомые нам, кроме вопроса ветвления. Про ветвление и про горячие точки я расскажу. А все остальные нам уже викторины знакомы, я о них говорила. Поставили мы на паузу, например, хотим добавить текст. Дополнительно смотрите, что здесь можно настроить. Здесь настраивается практически любое желание. По умолчанию, например, на 30 секунде я остановилась, и мне предлагают на 10 секунд видео задержать. То есть пока не ответит участник, видео дальше не пойдет. Вот на 10 секунд задержка. Но мы можем растянуть это время, сделать подольше. И вообще можно поставить галочку пауза, и тогда пока ответа не появится, видео дальше не пойдет. Выбираем вариант, который нам нравится больше. Идем дальше. Как нужно показывать этот текст? Картинкой. Вернее, не картинкой, а кнопочкой. Или постером. Постер – это обычный текст. А кнопочка – это текст на кнопке написанный. Ну и сам текст, естественно, вписываем, который нужно добавить. Нажимаем обязательно кнопку «Дан» – «Сохранить». И переходим к следующим. Возвращаемся к видео и запускаем его дальше. Работаем дальше. Ссылка. Внутрь видео можно добавить ссылки на веб-ресурсы. Точно так же ставим на паузу. Добавляем эту кнопочку «Link». Что? То же самое все настройки. Название ссылки, сама ссылка. Можно и цвет ее поменять, и тень к ней добавить, если нужно для красоты. И сохраняем, двигаемся дальше. Итак, по порядку все видео мы отсматриваем и в нужных местах ставим интерактивные вот эти самые метки. Викторина, например, вот такая. У нас знакомый вариант вопрос, варианты ответов, правильный, самый первый, все остальные неверные. Знакомый вид викторины с выбором одного правильного ответа. Я говорила о викторине перекрестки, она же викторинное ветвление. Что это такое? Это сложный вид викторины. На самом деле я его сама не пробовала, теоретически знаю, как это работает. Расскажу. Принцип работы следующий. Это, по сути, квест. Вопрос квест. Здесь нет правильных, неправильных ответов. Здесь в зависимости от того, как ответит участник, он отправится в определенный момент видео на какую-то определенную отсечку. Например, если он ответит вот таким образом, то он пойдет вперед. Если он ответит вторым образом, то отправится назад, чтобы еще раз пересмотреть нужный фрагмент видео. Вообще, вот. Как это все делается? Устанавливается пауза, останавливаем видео, даем вопрос, на который нужно ответить, и варианты выбора. К каждому варианту выбора прикрепляем временную отсечку. Правда, отсечку придется вручную отмерить на видеоролике и прописать вручную через двоеточие. Допустим, там на 50-ю секунду вы его хотите отправить сразу. Допустим, если он выбрал правильный ответ, вы сразу его можете отправить в конец видео, поскольку все остальное он уже усвоил, и все отлично. А если он ответил неправильно, вы его вернете назад, чтобы он еще раз посмотрел, запомнил и второй раз ответил. Таким образом делается вопрос перекресток. Немножко сложновато, но можно придумать даже внутри видео вот такой вот мини-квест. Туда-сюда участников поотправлять. А просто ветвлений, к сожалению, нет. Почему-то они существуют только внутри видео. А вот просто вопросов ветвлений в этом в удобе нет, к сожалению. Есть специальные сервисы для диалоговых таких квестов. Но вот здесь, к сожалению, такого нет. Горячие точки. Мы с вами делали интерактивный плакат. Вернее, я рассказывала, как их сделать. Вот здесь примерно то же самое. Можно поверх видео нанести такие интерактивные метки и к этим меткам, например, прикрепить ссылку на какой-то веб-ресурс. Либо на определенный фрагмент видео. Здесь, к сожалению, внутрь этой метки не прикрепишь видео, аудио и прочее. Но можно прикрепить ссылку на какую-то веб-страничку, например. В виде такой горячей точки она будет светиться на экране. Можно выбрать форму и цвет этой горячей метки, если необходимо. Что касается квестов и вопросов ветвлений, есть сервис онлайн-тестпэд. Вот там есть такая опция создания таких вот тренажеров с ветвлениями. Точно, 100%. Я совсем недавно об этом читала. Там есть специальный шаблон для этого. Ну и последнее. Я говорила о том, что можно сделать меню, если большой видеоролик, можно ему сделать такой список эпизодов к нему. Например, у вас там на 30 минут видеоролика и нужно найти участникам какой-то определенный фрагмент, вы можете им упростить задачу сделать меню небольшое. Для этого просматриваем видео в нужных моментах. Ставим на паузу, щелкаем по значку с флажочком и нажимаем на кнопку «Добавить отметку». Это букмарк. Закладку, по сути, добавить. Добавляем закладку и двигаемся дальше. Потом все эти закладки сгенерируются в меню, и это меню будет появляться в начале видеоролика. Его можно вызвать в любой момент, и по нему можно передвигаться внутри видеоролика. Такая дополнительная фишечка. Готовый видеоролик можно разместить на сайте, можно ссылку взять кодом. Все то же самое, что и во всех других шаблонах. Программа частично на русском, частично на английском. Если вы имеете в виду сервис, вот тут оба, то часть шаблонов здесь переведена на русский, большая часть. Какие-то шаблоны пока на английском внутри существуют. Но их можно через Google Переводчик очень легко переводить и очень корректно все переводится. И последнее. Ну, здесь уже буквально несколько слов. Интерактивная книга. Это что-то среднее между интерактивным видео и интерактивной презентацией. Та же самая история. Есть такие слайды, но они слайды не слайды, а уже наподобие страниц книг. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Я пока сама не пробовала, но у меня есть наметки. Со временем я надеюсь, что я доберусь и сделаю интерактивную книгу. Принцип работы следующий. Выбираем этот шаблончик, придумываем название книги, а дальше страницы книги создаем. Каждой страничке, вот список содержимого столбца, вот эта страничка, она как бы называется здесь главой, столбцом, как угодно. И вы внутрь этой странички можете добавить все, что умеет этот сервис. Абсолютно все. Вот огромный список всего-всего. Тут я перевела на русский через переводчик, кстати, Google, чтобы было понятнее. Можно и тексты, и видео, и все игры, которые я вам рассказывала, коллажи, презентации. Внутрь этой книги можно добавить все, в общем-то. И все то же самое. Выбираем нужный вариант, открывается конструктор, мы его заполняем и сохраняем. И переходим к новой главе. Добавить новую главу, это значит добавить новую страничку, на которую добавляем новый контент. Страницы практически бесконечны, там огромное количество можно добавить информации. Ну вот шаблончики выглядят нам знакомым образом. Слева, например, у меня сама глава. Вот я выбрала, например, знакомый нам multiple choice. А дальше открыла конструктор и начну его заполнять, допустим. Вот таким образом делается интерактивная книга. Опять-таки, готовую эту книжку можно встроить и на сайт, и в блоге, и ссылку на нее взять. В общем-то, все очень несложно. Главное разобраться во всем этом. Вот, пожалуй, на этом мое выступление закончилось. Рассказала все, что знала про этот сервис. Это далеко не все, но это, наверное, самое основное. Самые интересные шаблоны я выбрала из того, что есть. Теперь тогда переходим к вопросу. У меня тут в списке вопросов накопилось очень много. Открыла вкладку вопросов, буду ее читать. Подскажите, как из кода взять ссылку для полноэкранного отображения. Какую именно? Вы скопируете код, пожалуйста, из этого... Внизу есть кнопка «Вставить-встроить». Нажимаем, копируем код. Куда-нибудь в текстовый редактор ее скопируете, эту ссылочку. А дальше возьмите из этой ссылки только то, что в кавычках, в самом начале. Она будет похожа на ссылку. Там будет «http», дальше «двоеточие», две косые, и дальше пошла ссылка. Она похожа на ссылку по своему виду. Начинается «http». Вот все, что в кавычках, оно в самом начале будет, далеко ходить не надо. Вот это вы копируете, это будет ссылка на полноэкранный вариант. Это она и будет. Этот сервис работает с программами, которые озвучивают содержимое страницы для слабовидящих. Этот сервис позволяет в некоторые шаблоны позволяют загружать звуки, позволяют музыку загружать. А по поводу работы с программами, со специальными, вот этого здесь, по-видимому, нет. Я знаю, что сервис вставляется в Moodle, вставляется в WordPress. Есть специальные плагины для этих двух программ. А вот что касается для слабовидящих, здесь можно звуковое оформление добавлять, прикреплять в некоторых шаблонах. Статистика. А вот статистику просмотров вашего контента можно ли отследить? А вот статистику, к сожалению, отследить здесь нельзя. В личном кабинете вы можете вернуться и отредактировать, но статистики просмотров там не отображаются. Если вы вставляете на страницу сайта и блога, то вы можете на этой странице настроить как-то просмотровщик, вот этот вот счетчик посещений, просмотров, и можете отслеживать, сколько страницу эту посмотрели. Тогда можно сделать так. Если обязательно нужна статистика, то можно это задание удобно это разместить на отдельную страничку и настроить внизу странички счетчик просмотров. И тогда вы сможете узнать, сколько человек посетили эту страничку. У Доба совершенно бесплатен. У него нет никакого пробного периода. Неограниченное количество можно создавать заданий, упражнений, всего чего угодно. Абсолютно бесплатно. Создатели утверждают, что он будет бесплатным всегда. Вот. Про статистику я уже ответила. По дженниле такой же вебинар не планируете. Ой, про дженниле много так рассказывают. Я не знаю, стоит ли мне еще включаться в эту гонку вооружений по поводу дженниле. Но если есть такой запрос, то почему нет? Я могу на следующий год запланировать, если вам этот вариант интересен, то могу и по дженниле рассказать. Это не вопрос. Да. Подскажите, у Доба работает только онлайн, а есть ли возможность сохранения готового продукта на флешку? К сожалению, он работает только в режиме онлайн. Весь этот интерактив, он будет только в онлайне работать. На флешку ничего не получится сохранить. Вы сможете это сохранить, скачать в формате H5P. Но этот формат будет смотреться опять-таки только в режиме онлайн. Так с компьютера вы его вряд ли посмотрите. И последний вопрос. Будет ли запись данного вебинара? Конечно, запись будет. Она ведется. Через пару дней, я думаю, она появится. Вы сможете на сайте Ютуба посмотреть ее в любое удобное для вас время. Если еще какие-то вопросы я пропустила, то в основной чат можете еще продублировать. Я пока здесь. Как всегда, все вопросы и комментарии, если у вас какие-то мысли возникнут, можно по электронной почте отправить, можно найти меня в блоге и в группе на Фейсбуке. ИКТ-мастерилки. Спасибо вам большое за внимание, за то, что пришли и слушали. Несмотря на сложности со звуком у некоторых участников, встретимся уже в следующем месяце в марте. Всего доброго и до встречи. Продолжение следует...